Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, по многочисленным заявкам, что называется, мы посмотрим на Fusion DaVinci Resolve. В обзорном видео я говорил, что делать этого не буду, так как тут нужно как минимум 100 скринкастов, но беру свои слова обратно. Не про 100 скринкастов их действительно нужно не меньше, а про не буду делать. Все-таки после обзора Sparkle Videoscribe, который прямо скажем достаточно примитивный и при этом стоит денег, стало обидно за бесплатный Fusion. Поэтому надо начать, а дальше уже дорогу осилит идущий. И первое, о чем хочется сказать, это о нодах. Зачем они все это придумали? Это я сейчас показываю Fusion 9, который еще не был встроен в DaVinci, проект делал давно. Это, кстати, первый лайфхак. Fusion DaVinci требует серьезных ресурсов от компьютера. И если нужно работать, а компьютер не тянет, качайте Fusion отдельно. У меня стоит девятая версия и она умеет почти все, что и встроенный в DaVinci Fusion 16. А работал он у меня на карточке GTX 450. Итак, зачем ноды? Я помню комментарий от хорошего графера, типа не буду я открывать эту мерзость. Не понимаю этих нод и зачем это все. Действительно при первом знакомстве это кажется неудобным. Как и всякая новая философия, новая концепция – это смещение привычной точки зрения. Но если эту точку зрения сместить без нод как-то уже невозможно становится. Ну или сложно. Вот эта вся пестрая история – это два превью моих скринкастов на канале в YouTube и на сайте Теплицы. Выглядит зловеще, но я его сделал один раз и теперь я просто меняю четыре элемента. Все дальнейшие действия Fusion делает сам. То есть тут есть превью из монтажной программы, я закидываю сюда другое превью и просто втыкаю его на вход, заменяю фотографию. Далее у меня тут есть логотип, то же самое. Беру логотип, заменяю логотип. Не туда воткнул. А, тут еще надпись надо отрезать просто маской. Ну и поменьше чуть сделать. Причем он логотип забирает сразу на два изображения на оба превью. Вот превью на сайт, тоже надо поменьше. Ну и остается поменять надпись. Это вот здесь. Казалось бы, ну и что, зачем так сложно? На самом деле и надпись и логотип тут в 3D. А вот логотип. Это не очень заметно, но на некоторых логотипах это хорошо видно. Он на небольшой фактурке и на него даже два источника света нацелены. А вот, например, надпись. Тут вообще четыре фонаря. Ну да, это я давно делал. Надо вообще, кстати, переделать все. Но не важно. Важно, что один раз я прописал алгоритм и забыл. Потом просто пользуюсь. И это явный плюс даже в начале, пока вы не привыкли к нодам. А потом, когда привыкнете, плюсов появляется гораздо больше. Итак, по работе тут все просто. Сначала вы монтируете, потом ставите курсор на нужном кадре и переходите во фьюжн. Кадры, которые редактировались во фьюжн, помечены такими тремя звездочками. Причем подрезанные кадры открываются во фьюжн целиком. А вот кадр подрезан. И во фьюжн все, что отрезано, это вот такое черное пространство. То, что взято из кадра, отмечено двумя желтыми полосками. И для перехода к началу или концу рабочего отрезка используются вот эти кнопки. Что-то не срабатывает. Сейчас. Короче, у меня какой-то конфликт с программой для записи скринкаста. Некоторые функции не срабатывают. То есть они работают, но показать я это не могу. Кроме, собственно, обработки кадров, вы можете создать собственную композицию фьюжн. Выставить по длине и спокойно работать как с независимым кадром. Отличается она тем, что тут нет media in, а только media out. Все эффекты, вообще все, что вы можете делать во фьюжн здесь. Все разбито по категориям. Берете ноду, кидаете на стол. В данном случае мы сгенерировали текст. Также ноды можно вызвать с сочетанием клавиш Ctrl-пробел. Начинаете писать название ноды и выбираете нужную. Со временем привыкните. Давайте сгенерируем бэкграунд. Он сразу создал ноду Merge, то есть соединил бэкграунд с текстом. Причем бэкграунд он вставил в форграунд, а текст наоборот решил положить вниз. Сейчас объясню. Нажимаем цифру 2. Выводим ноду на второй монитор и видим черный экран, поскольку черный бэкграунд лежит над текстом. Сейчас включим второй монитор. Опять не включается. А вот. Итак, текст у нас есть. Вот он. Но его нет. Меняем. Текст воткнем в форграунд. Кстати, чтобы не путаться, можно протягивать наоборот, но это не всегда. А бэкграунд собственно в бэкграунд. Все. Теперь текст появился, все нормально. А здесь у нас ничего не происходит. Что случилось? Все сломалось? Нет. Что бы мы ни делали, пока мы не подадим результат на Media Out, в фильме он у нас не появится. А вот. Теперь совсем другое дело. А если выключить бэкграунд, то мы увидим... Нет, не увидим. Вообще, тут важно в какой вход мы подаем ноду на Merge. Поэтому если нам ничего склеивать не нужно, Merge лучше удалять. Обычно они захламляют монтажный стол. Можно просто удалить, выделив и нажав Delete. Можно зажать Shift и вытянуть ноду из провода. Итак, склейку ноду Merge можно создать через Ctrl-пробел, а можно сделать так. И это удобнее. Берете выход с ноды, которая должна быть наверху, то есть форграунд, и соединяйтесь с нодой, которая должна быть внизу, то есть бэкграунд. И он автоматически создает Merge, где текст сверху. Я так долго рассказываю про Merge, во-первых, потому что рассказываю я скорее про взаимодействие нод, а во-вторых, потому что Merge одно из самых частых действий. Ну и теперь я просто кину несколько нод. Напишу вам название в описании и можете повторить весь процесс. Это очень просто. Единственное, сейчас я кинул тень Shadow на текст. И тут нужно понимать, в какой момент кидать ноду. Если ее кинуть после Merge, то он ее применит уже на всю композицию, вместе с бэкграундом. А значит текст он не затянет. Тень нужно кидать до Merge, и тогда он применит эффект только к тексту. И здесь настройки эффекта. Настроек может быть много, но это мы будем рассматривать отдельно. Так, еще я кину сюда Soft Glow. Тоже весьма часто применяемый эффект. И Color Correction. Основные ноды выведены, кстати, вот сюда. Самые часто встречающиеся. Вот, например, Color Correction. Ну и такой вот получился у нас текст. Если добавить немного динамики, например, в Soft Glow, станет немного поинтереснее. Но об этом уже в следующих видео. Мда, как и ожидал, рассказать про многое не удалось. Но даже этих малых знаний вам достаточно, чтобы поэкспериментировать с текстами в видео. Все, ждите следующих выпусков. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!